Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках. Ну что ж, сегодня во вторник мы видим продолжение вчерашней динамики, а именно попытки покупать риск, покупать акции, компании, а также товарно-сырьевые активы и продавать американский доллар на мировых финансовых рынках. В первую очередь это связано с тем, что вчера Дональд Трамп анонсировал, возможно, уже достигнутое соглашение о свободной торговле между Мексикой и Соединенными Штатами. Это вызвало волну оптимизма, участники рынка, очевидно, расценили, что вполне вероятно, за этим может уже послужить или последовать, точнее говоря, уже достижение соглашения между Канадой и Штатами, а там, глядишь, уже и китайцы пойдут на попятну и договорятся с Соединенными Штатами. В общем, вот такая вот интересная картина сегодня формируется на торгах днем, повторюсь, мы видим, как основные европейские фондовые индексы находятся в зеленой зоне. В целом, если постараться охарактеризовать общую картину, которая сейчас формируется на рынках, можно говорить об осторожном оптимизме. Почему осторожном? Потому что достижение соглашения о свободной торговле между Мексикой и Штатами, это, конечно, хорошо. Возможно, также достижение договоренностей о такой же, ну, вероятно, все-таки взаимно выгодной торговле между Штатами и Канадой тоже вероятно. Но главным фактором является все-таки отсутствие договоренности между китайцами и американцами, потому что торговая война между этими двумя наиболее важными экономиками мира может оказать негативное, замедляющее или понижающее давление, или понижающее действие на мировую экономику. И это, собственно, пугает, по большому счету, инвесторов. Что касается сегодняшней динамики, я думаю, что сегодня, скорее всего, рынки попытаются продолжить оптимизм. Вероятно, сегодня и Штаты также откроются в зеленой зоне. Европа, как я уже сообщил ранее, торгуется на позитивной ноте. Россия также старается быть в тренде. Что касается валютного рынка, то здесь мы наблюдаем небольшое ослабление курса американского доллара, хотя, по большому счету, вряд ли можно ожидать его заметного падения, потому что все-таки его функция валюты-убежище пока еще востребована, так как нет соглашений между китайцами и американцами по торговым пошлинам. Ну что ж, а давайте теперь мы обратим внимание более детально на валютный рынок, и я хочу сейчас предложить вашему вниманию две торговые идеи. Итак, я сегодня буду говорить о двух валютных парах. Австралийский доллар, американский доллар и американский доллар, канадский доллар. Что касается ситуации с австралийским долларом, то, на мой взгляд, она имеет потенциал все-таки к снижению, так как мы видим, что с технической точки зрения пара никак не может преодолеть предыдущий максимум, и вполне вероятно, на волне возможного негатива, если не получится сегодня рынкам подрасти, если не получится инвесторам сегодня опять верить в то, что все будет хорошо в мировой экономике, и на этом фоне пара может продолжить свое снижение, но для этого ей необходимо преодолеть отметку 0.7320. На этой волне она может упасть к уровню 0.7255. Следующая валютная пара, американский доллар, канадский доллар. Здесь, на мой взгляд, есть потенциал для ее снижения в пользу канадца. Это связано с тем, что, как я уже говорил в начале нашего обзора, есть надежды, что будет достигнуто соглашение между Штатами и Канадой по свободной торговле. Кроме этого, все-таки цены на сырую нефть пытаются подрастать и далее. Ну и с другой стороны, конечно же, еще одним важным фактором является ожидание повышения процентных ставок на сентябрьском заседании канадского банка. На этом фоне, на мой взгляд, пара после преодоления уровня 1.2955 будет иметь возможность к своему снижению, к снижению, к уровню 1.2900. Ну что ж, вот такая вот картина сегодня формируется на торгах днем. Мы со своей стороны продолжаем следить за ситуацией на мировых финансовых рынках. А с вами был я, Сергей Костенко. Желаю вам удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok